Впереди соревнования и, возможно, еще одно призовое место. Но пока обыденная работа. Собак нужно кормить, осматривать, давать им прогуляться, если нет тренировок, прибираться в вольерах. Там живут норвежские спортивные метисы. Быстрые и энергичные, но с более скромной шубой, чем у камчатской издовой. ПОДПИШИСЬ 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 Молодые каюры тренируются как минимум каждые выходные. Время на это выделять сложно, учеба забирает много сил. При этом бросать ездовой спорт никто не планирует. Так Кристина пока не думает о большой берингии, но свое будущее связывает с питомником. Ездовой спорт, мне кажется, останется со мной на всю жизнь. Я буду также помогать здесь родителям по питомнику, работать тут, ну, конечно, после учебы. А небольшие соревнования, они останутся? Да, небольшие соревнования останутся в жизни моей. На главную гонку берингии нацелены двое воспитанников Кривогорницыных. Дарья, старшая дочь, уже испытала себя на протяженной дистанции в спортивном режиме. В прошлом году девушка прошла 30 километров на состязаниях Хальч. И сейчас дает себе примерно два года на подготовку. До этого я думала, что я не выдержу длинную дистанцию, но вот сейчас, когда я начала именно сама готовить собак, когда я хожу на трассу с вот этими волосатыми собаками, то есть когда ты с ними сам работаешь, то тогда уже, я думаю, появляется желание уже проверить свои силы и проверить свою работу с командой уже на большой гонке. Виталий после Дюлина в этом году в следующем пойдет на пролог, после чего тоже намерен рискнуть. В 18 лет надо будет уже попробовать поехать на берингию саму. То есть сразу на большую трассу? Ну да. Собак есть готовить каких-то? Ну вот щенки, которые. Вот их, наверное, будем готовить для берингия. С учетом таких планов, отец и тренер молодых каюров Александр Кривогорницин не исключает, что тоже пойдет в большую гонку. Так что через пару лет на главном маршруте берингии может появиться еще одна семейная команда. Залина Курбанова, Дмитрий Кузнецов, информационное агентство «Камчатка».